Особое мнение на 101FM Я считаю, что однозначно положительные моменты есть Есть и, конечно, отрицательные моменты Каких больше, наверное, мы сейчас с вами совместно разберемся Но я считаю, что самый большой плюс, который удалось наконец-то реализовать Это все-таки отторгованы контракты с перевозчиками На перевозку пассажиров по городским регулярным маршрутам На трехлетний период Ну вот об этом тоже, кстати Да-да, напомните, что было раньше по году Да, я напомню, что предыдущие два года контракты отыгрывались на год Что не позволяло перевозчикам планировать свою дальнейшую бюджетную политику Соответственно, один Точнее, даже, наверное, не один А несколько примеров приведу Почему это необходимо было сделать Наверное, там еще два года назад И какие-то плюсы дало Я уже об этом писал, в принципе, несколько постов Я напомню, что на год контракты у нас начали торговаться с 2020 года То есть 2020, 2021, 2022 год Три года даже, да, были контракты по году Я напомню, что с 1 января 2020 года по июнь 2022 года То есть за 2,5 года перевозчики закупили порядка 60 автобусов Ни новых, ни одного нового автобуса Частными перевозчиками в этот период закуплено не было И в основном это были автобусы среднего класса Либо малого класса Как только появилась информация о том, что Примерно в середине прошлого года О том, что контракты будут на трехлетний период Соответственно, перевозчики начали уже планировать свою дальнейшую работу И только за полгода было приобретено уже более 50 автобусов Это автобусы в основном среднего класса и большого класса Да, это автобусы также не новые Но средний возраст автобусов Благодаря данному обновлению Снизился примерно с 9 лет Если раньше автобусы приобретались с возрастом примерно 7-9 лет То сейчас они приобретаются примерно с возрастом до 6 лет Соответственно, это опять же идет омоложение общественного транспорта Что не может не радовать Более того, часть автобусов Наверное, большая часть из этих автобусов Сейчас имеет доступную среду То есть низкий уровень пола Либо оборудование для инвалидов-колясочников Опять же, это не может не радовать Соответственно, я надеюсь, что все-таки перевозчики И дальше будут продолжать обновления Но уже на более новые автобусы Если вернуться к той истории Вот почему каждый раз разыгрывали на год контракт В течение нескольких лет Каждый раз чиновники надеялись Что за этот год они что-то поменяют Правильно я понимаю? Ну, истинную причину, наверное, мы сейчас не узнаем Либо узнаем уже через какое-то время Я думаю, что все-таки это был Некий план со стороны предыдущего Сити-менеджера Шульгина Нет, даже не Шульгина Шульгин, в принципе Его политика была более-менее понятна Дмитрия Осипова То есть он не скрывал Что он ждет, пока Киров-пассажир Автотранс обновится Он, я уверен, что он, скорее всего Вынашивал идею, чтобы часть маршрутов И это, кстати, обсуждалось неоднократно На разных площадках Часть маршрутов от муниципального Автотранспортного предприятия Перейдет в Киров-пассажир-автотранс То есть была задача Киров-пассажир-автотранс Наполнить маршрутами Но, в принципе, было прогнозируемо Что ничего хорошего из этого не выйдет И мы увидели в прошлом году Транспортный коллапс Который дошел в том числе до федерального уровня То есть об этом тоже мы предупреждали Что так произойдет Но компетентные чиновники Почему-то в свое время к нам не прислушались А задачи сделать людям лучше Они вообще не ставятся, да? Ну да, это, наверное, вопрос риторический Я считаю, что все-таки здесь, наверное Большая заслуга Вячеслава Симукова Если бы он не заступил на должность В прошлом году, наверное, и до сих пор Мы бы видели контракты на год Опять же, ну, хоть что-то, да? На пути к тому, что, как я уже объяснил Плюсы от этого видны сразу же То есть контракты еще не были заключены Перевозчики уже начали обновлять подвижной состав Что будет дальше? Ну, я думаю, что будет только лучше в этом плане Из минусов я бы хотел отметить то, что К сожалению, у нас продолжает сокращаться троллейбусное движение То есть мы помним, что в этом году На один маршрут троллейбусный В городе Кире стало меньше Количество подвижного состава Выходящих на линию по условиям новых контрактов Нового контракта с АТП На 13 единиц техники станет меньше Стало меньше уже с 1 января Соответственно, это вызывает массу опасений Но, опять же, там недавно буквально выходила новость О том, что Вячеслав Николаевич Все-таки вынашивая также идею Совместно с правительством Кировской области Об обновлении троллейбусного парка Это большой плюс Я считаю, что необходимо все-таки участвовать Во всех программах, которые только возможны А их на самом деле немало Это и БКД, это и развитие электротранспорта И буквально на днях выйдет новая программа Которая по поручению Государственной Думы и Президента была разработана Соответственно, участвовать нужно Пытаться обновить подвижной состав С минимальными вложениями Либо городского бюджета, либо областного Безусловно, это необходимо делать И я считаю, что все-таки сокращать То количество троллейбусов, которое в городе есть Ни в коем случае нельзя Что касается того же 14 маршрута То закупив троллейбусы с автономным ходом Его вполне можно было бы продлить С небольшой реконструкцией проезжей части До европейских улочек Он бы хорошо вписался В данный развивающийся микрорайон А вот эти федеральные программы Ну, среди них есть что-то Во что Киров мог бы вписаться? Потому что, помните, мы с вами много раз разговаривали Что программ разных много Но мы не соответствуем то по одному параметру То по другому Нет у нас выделенных полос Еще чего-то у нас не хватает Вот в эти программы Ну, есть хоть что-то, во что можно вписаться? Ну, безусловно, есть Я вам скажу, что вот пример Ярославля Буквально недавно, опять же Ярославлю удалось поучаствовать в программе По обновлению подвижного состава И за счет федерального бюджета Одобрено порядка 30 электробусов То есть в этом году уже 10 электробусов будет поставлено При том, что, насколько я знаю Насколько я общался с мэром Артемом Молчановым Да, работа велась в этом направлении Но не сказать, что что-то экстраординарного было предпринято Но все-таки Ярославль попал в число городов Которые обновят подвижной состав Уже в ближайшее время За счет федерального бюджета Чем Киров хуже Ни в коем разе не хуже И я думаю, что необходимо участвовать В том числе и в БКД, в программах Да, есть преграды Но необходимо над этим работать Я за последние, к сожалению, два года Не вижу, чтобы в этом направлении что-то у нас изменилось Мы все говорим о том, что есть преграды Мы не соответствуем А что сделано для того, чтобы соответствовать Это, наверное, будет как раз следующий вопрос Почему уходят чиновники из администрации города Киров? Наверное, потому что как раз нет эффективной работы Мы ее не видим И слава богу, что те, кто не справляется Они уходят, неважно, по своей инициативе, не по своей Но должны приходить те, кто все-таки будет реализовать те проекты А не просто заниматься каким-то там неким популизмом А вот вопрос у меня этот есть, да, действительно Но в следующем возник другой вопрос Раз мы с вами о Молчанове заговорили Но тут как бы все вместе, да Во-первых, вопрос, а есть ли те, кто мог бы справиться, да И вот параллельно, смотрите, Молчанов, это же Кировчанин То есть это очередной человек, который здесь, я так понимаю, не получив того, чего он хотел Уехал в другой город, и там прекрасно работает и справляется Здесь-то что с кадровой политикой? Я бы, наверное, не сказал, что не получил того, что хотел На самом деле, Артем Владимирович, он пошел по карьерной лестнице переводом в Москву То есть он был руководителем Кировского УФАС И за свои заслуги он был повышен до другой должности, но в Москве Поэтому вряд ли можно было там что-то лучше желать в Кирове Я думаю, что как раз с ним-то все понятно С его карьерным ростом, и он вызывает только восхищение Да, безусловно, опять же, общаясь с Артемом Владимировичем Я вижу у него много хороших, достойных идей Которые вполне, как я уже говорил, можно было реализовать в любом городе Неважно, Ярослав, Киров или даже Пермь Ну и мы видим, как работают наши соседи Да, там тот же Татарстан, Пермский край Но их качество подвижного состава, оно всегда в топе Поэтому надо на них равняться Никто не запрещал там обмениваться опытом Я не знаю, там, ну, наверное, не в Дубай надо было ехать, да К тому же Зотину А все-таки ехать по соседним регионам и перенимать опыт здесь Ну вот да, тогда второй мой вопрос Что здесь с кадровой политикой? Ну, во-вторых, мы и хороших теряем, да, не возвращаем на родину Во-вторых, и здесь как-то никак не получается никого найти Ну, мое мнение, что те, кто не желает работать, показывать результат Работать-то может и желать, да, но неэффективно Те, кто не показывает результат, они либо уходят сами, либо, наверное, там По чьей-то просьбе Опять же, там, я сужу со своей стороны, я не вижу И не знаю, на самом деле, там, истинной причины Последних кадровых решений Но, в принципе, я тоже излагал свои мысли Ну, например, тот же Виктор Вострецов, который два месяца проработал в должности начальника отдела транспорта Я, насколько знаю, он уходил сам И, насколько я знаю, там, его просили остаться То есть, значит, его работа, в принципе, она, ну, устраивала, да, руководство администрации Что касается, там, Зотина, Драчкова и так далее Ну, наверное, вопрос риторический Я о них, там, раз в два месяца постабильно свое мнение излагаю Как я уже сказал, я не вижу за два года работы в направлении именно обновления подвижного состава по федеральным программам Я напомню, что только на ближайшие три года по регионам России запланировано более 1100 единиц подвижного состава За счет обновления, за счет программы БКД Это автобусы или троллейбусы, или то и другое? Это и автобусы, и трамваи, и электробусы, и троллейбусы То есть, это весь подвижной состав При этом Киров ничего не получает, да? Порядка 200 троллейбусов, да, получат регионы по программе БКД Почему у них получается, у нас нет Давайте хорошо, давайте соберем делегацию, поедем в тот регион, у которого получилось Чувашия, у них получилось это сделать за счет федерального бюджета, обновить троллейбусное движение Ну, давайте съездим в Чувашию, 400 километров, я думаю, что не сильно далеко И поймем, как они это делают Хотя, на самом деле, как я уже говорил, что, ну, да, это вопрос непростой Но если мы видим, что мы за два года вообще не продвинулись в этом направлении То, наверное, нужно что-то менять, в том числе и в кадровой политике Поэтому, ну, я поддерживаю Вячеслава Николаевича, который все-таки решил обновить коллектив, да Который достался ему, как я уже говорил, ну, не совсем, наверное, от компетентного сети-менеджера Но я надеюсь, что в ближайшее время там кадровая политика все-таки в администрации, ну, наверное, там станет на место То есть все-таки это вам видится, как некие чистки, да Хотя и заявлялось вроде бы изначально, что меняться особо ничего не будет Но все-таки оно так вот это Тихонечко Я опять же, я не скажу, что это чистка Я думаю, что просто те задачи, которые сейчас ставятся И новым правительством Кировской области, и новым главой администрации Не каждому они под силу Возможно, люди просто сами уходят, понимая, что они не могут работать в таком ритме А все-таки мы понимаем, что, ну, компетентные чиновники, они, ну, практически живут на работе И это видно Ну, по крайней мере, мне есть чем сравнить, да, там, в том-то Ярославле А чтобы мы уехали там с работы, не знаю, раньше там 10 вечера, ну, наверное, это редкость Поговорили мы о том, что есть плюсы там в новых автобусах, да В том, что разыгрались контракты на несколько лет А вот по поводу маршрутной сети Ну, вот тоже из года в год кажется, что ничего не меняется Были у Шульгина попытки какой-то, ну, там, прям масштабной реформы, да Ну, все заглохло Ну, вот нужны ли вообще изменения, на ваш взгляд? Есть что поменять? Ну, как я уже сказал, менять, безусловно, есть что Но не кардинальные изменения То есть мы видим, что у нас развиваются микрорайоны Там, про те же европейские улочки, да, я говорил там, ЖК-знак То есть мы видим, что микрорайоны застраиваются Соответственно, логистика меняется в городе Необходимо туда запускать новые маршруты Либо изменять действующие маршруты Но кардинально, как было предложено там во времена Ильи Шульгина Я считаю, что ни в коем случае делать было без поддержки бюджета нельзя И я вот уверен, что если бы мы тогда допустили эти изменения То, поверьте, пандемия, общественный транспорт просто бы убила С этими изменениями Я напомню, что те изменения предполагали вложение, вливание бюджета В размере 2-3 миллиардов рублей Есть у нашего бюджета такие деньги? Ну, наверное, вопрос литерический Нет, их просто нет Соответственно, что-то кардинально менять? Наверное, сейчас пока не время Пока мы не можем обеспечить даже то, что у нас сейчас есть Я уже говорил, там сокращается троллейбусное движение Не выделяются средства, контракты Хоть и торгуются сейчас на 3 года, но они торгуются за 10 копеек В ПФО мы единственный регион Кировской области, где контракты за 10 копеек Ну, наверное, уже даже стыдно должно быть за это А о каком обновлении масштабном мы мечтаем Когда мы в начале на максимальную цену контракта не закладываем никакое обновление А в чем вы думаете? А в чем причина того, что опыт других регионов не перенимается? Ну, ни в какую Дефицит бюджета это не секрет И администрация, и депутаты об этом неоднократно говорят То есть, ну, почему-то в бюджете не могут предусмотреть средства На обновление подвижного состава Ну, а я напомню, что это раньше практиковалось С 2011, по-моему, по 2016 год АТП на обновление подвижного состава Было выделено порядка 240 миллионов рублей Ну, почему тогда средства находили? Хотя я не думаю, что бюджет тогда был намного профицитнее А сейчас мы эти средства не находим Ну, подождите, а как же два раза по миллиарду? Ну, мы видим, что два раза по миллиарду было выделено одному предприятию Которое, как мы видим, даже несмотря на такие вливания Показало в прошлом году недостаточно эффективную работу За что, в принципе, предыдущее руководство потеряло свои посты Я напомню, что транспортные коллапсы на авиатске были При старом руководстве и так далее Опять же, наше предложение было все-таки эти средства разделить И на автобусы, и на троллейбусы И на Киров-пассажир автотранс, и на АТП Я напомню, что первый миллиард выделялся благодаря моим наработкам Но только я это делал для АТП Для обновления автобусов и троллейбусов Но слово АТП было Министерством транспорта Предыдущим министром Соколовым Николаем Заменено на КПАД И миллиард ушел в Киров-пассажир автотранс Правильно это или нет, но, наверное, тоже вопрос риторический Как минимум, нам обидно, что наша работа была оценена Но уже для другого предприятия Ну, со стороны, честно говоря, действительно странно выглядит Когда одно предприятие теперь за аренду платит другому И после этого возникают Ну, ведь справедливые, казалось бы, разговоры о том Что из-за этого может быть повышена цена на проезд Цена может быть повышена не только из-за этого Я напомню, и никто не отрицает, что у АТП на 2023 год запланированы убытки Без аренды в размере 200 миллионов рублей С арендой все 220 миллионов рублей, да, будет Соответственно, где средства брать на существование АТП Ну, наверное, либо из бюджета Либо необходимо будет их брать с пассажиров Я очень надеюсь, что в ближайшее время стоимость проезда расти не будет Я напомню, что президент наш давал распоряжение, чтобы ограничивали стоимость проезда Но понимая, что перевозчики тоже Им нужно на что-то заправлять, ремонтировать технику, платить зарплату Они вынуждены где-то эти средства брать Но я уже привел пример, что контракты сейчас торгуются на 10 копеек Это нарушение законодательства Соответственно, пока эта прореха не будет устранена Ну, наверное, говорить о каком-то колоссальном обновлении Новыми автобусами и троллейбусами будет бессмысленным И так же и будет продолжать расти стоимость проезда, к сожалению А поясните вот этот момент, проясните, пожалуйста, и для меня, и для слушателей Ну, почему в разрез закона эта вещь происходит? Причина-то в чем? Согласно 351-го приказа Министерства транспорта По начальной максимальной цене контракта Есть методика, которая предусматривает установление стоимости контракта Для того, чтобы провести конкурсные процедуры Но там есть носка, что в рамках ассигнований бюджета Соответственно, этой сноской пользуются Ну, те, кто торгует контракты ниже начальной максимальной цены контракта Соответственно, понимая, что, как я уже говорил, там бюджет он дефицитный А средства на это не выделяют Хотя, ну, общественный транспорт, мы знаем, что это та же самая социально значимая сфера На которую все-таки, я не говорю, что нужно выделять сотни миллионов рублей Но предусмотреть закупку за счет бюджета Или помощь хотя бы в закупке за счет бюджета автобусов, троллейбусов Как это было сделано несколько лет назад, я пример приводил А я ничего сложного не вижу Ну, почему-то на дороге, на содержание в зимний период мы находим Там по 200-400 миллионов рублей плюсом в год Хотя тоже говорили, что нет денег, там бюджет дефицитный Но где-то же нашли, соответственно, можно, наверное, и здесь где-то посмотреть Что-то где-то ужать и так далее и тому подобное Вот очень много мы говорим о недостаточности средств И вот я листаю все свои остальные вопросы Они мне кажутся уже какими-то, ну, неудачными на этом фоне Потому что, ну, на самом деле, получается, на все можно ответить Нет денег, нет денег, поэтому нет развития и так далее, да Но все равно вопросы свои я буду задавать Ну, вот, например, по поводу развития сети я хочу продолжить Например, маршрут номер 7, да, который должен был пойти по тем улицам Где сейчас вообще не ходит транспорт Люди просили, губернатор пообещал, но идею прокатили, да, на глазах у всего города И как раз вы у себя в Телеграм-канале еще до того, как это произошло Описали, в общем-то, да, всю историю того, как оно и будет В итоге все ровно так и получилось, да А почему-то контракт вынесли отдельным лотом Его никто не захотел взять, но, в общем-то, и все, да Ну, то есть он настолько убыточен Или чиновники просто не захотели обеспокоиться Решением всех вопросов, связанных, да, с его организацией Избавили себя от лишнего, не там, в виде установки остановок Других каких-то вещей Что произошло-то? Ну, вот ровно, наверное, все то, что вы перечислили, и произошло Но когда контракты торгуются за два месяца до начала Обслуживания перевозчиком того или иного маршрута И мы видим, что на данном участке нет ни остановок общественного транспорта А это все-таки вопрос ни одного дня Помимо строительства павильона, посадочной площадки и так далее Там, заездного кармана, необходимо ряд мероприятий провести И согласовать это все с ГИБДД и со всеми инстанциями Работа в этом направлении не велась, насколько я знаю Соответственно, было сразу понятно, что эту идею благополучно похоронят А зачем нужно было делать это вот так вот? Ну, мы помним, что это все началось с того, что По-моему, если не ошибаюсь, там бывший начальник На то время начальник отдела транспорта Драчков там с активистами Собрался и пообещал им, что да, ваши идеи будут услышаны Мы запустим автобус по улице Горького Вы молодцы, что подсказали Ну, то есть, грубо говоря, немножечко снять накал Да, там, со стороны общественности Введя в том числе в заблуждение и обманув губернатора Я уверен, что, ну, поскольку у Александра Валентиновича Там много стратегических и глобальных задач Он, наверное, как бы, ну, и сейчас там точно не знает о том Что этот маршрут благополучно там похоронили Хотя ему в том числе и обещали, что его запустят Но, опять же, там, насколько я знаю Это все-таки была некая игра со стороны там предыдущего начальника отдела транспорта Ну, который благополучно в понедельник сложил полномочия Будут ее дальше реализовать или нет, там, мне непонятно Ну, да, вопрос поставят в этом году остановки, да, или нет Да, тот же маршрут Киров-Сидоровка, 117-й Намного убыточнее было этого маршрута Но, тем не менее, же нашли возможность его закрепить за тем лотом, который пойдет в АТП И вопросов это не возникло Продолжим еще немножко с этой темой Сейчас нам нужно уйти на рекламу Через полторы минутки вернемся Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова А в гостях у нас по телефону из Ярославля Денис Пырлок, генеральный директор Ярославского Теперь уже не Кировского, а Ярославского АТП Денис, начали мы говорить до рекламы о седьмом маршруте И хочу я вас спросить, а вообще нужен такой маршрут в городе? Я напомню, что это маршрут, который должен был идти из Солнечного берега По Тимирязево, где сейчас автобусы не ходят И потом по Горького, где тоже сейчас нет автобусного движения Вообще, на ваш взгляд, нужен такой маршрут в городе? Ну, если есть запрос со стороны общественности, то, безусловно, наверное, он нужен Но, опять же, тут надо соблюсти баланс Мы понимаем прекрасно И во все средства массовой информации регулярно информация такая поступает Что не хватает водителей, не хватает кондукторов Соответственно, водителей, запустив этот маршрут Водителей кондукторов больше не станет у перевозчиков Соответственно, автобусы будут переставлены с других маршрутов Вопрос каких? Где-то, значит, больше, наверное, даже большее количество пассажиров Будет испытывать дискомфорт То есть, если мы понимаем, что по опросам, ну и вообще по количеству домов На данном участке мы можем спрогнозировать пассажиропоток Я даже его, кстати, прогнозировал, по-моему, я там говорил, что больше 200 пассажиров в день Наверное, там не будет на данном направлении Соответственно, понимая, что сняв, переставив машины с других маршрутов Более загружены, большее количество пассажиров будут испытывать дискомфорт То есть, интервалы увеличатся на других маршрутах Потому что техника переставлена Соответственно, там начнутся жалобы Поэтому, как я уже сказал, чтобы маршрут этот был запущен Необходимо было, помимо инфраструктуры, все-таки заложить начальную максимальную цену контракта Достаточно для того, чтобы перевозчики смогли безболезненно для других маршрутов Закупить подвижной состав, нанять водителей, нанять кондукторов и так далее Еще по 44 маршруту хотела задать вам вопрос Его перенесли с Попова на Сурикова Понятно, что кому-то это не понравилось Кто привык к этому маршруту, кому-то наоборот стало удобнее Вот, на ваш взгляд, какое из решений правильное? Сейчас, я так понимаю, опять идут споры о том, что не вернуть ли обратно Ну, самое правильное решение Опять же, общественный транспорт, он никогда не будет удовлетворять 100% пассажиров Пользователей общественного транспорта Никогда, ни в одном городе еще не придумали идеальную сеть маршрутную Соответственно, если мы видим, что там были голосования, я за ними наблюдал Большее количество пассажиров сказали, что мы стали испытывать декомфорт, верните все назад Значит, мое мнение, необходимо услышать большинство Потому что, опять же, как я уже говорил Необходимо сделать так, чтобы большинство были удовлетворены Потому что 100% никто никогда не будет удовлетворен Поэтому я считаю, что все-таки его необходимо вернуть на тот отрезок, на котором он раньше курсировал Я понимаю, если бы длина улицы была километр-полтора-два Ну, отрезок в 250-300 метров Ну, из-за этого сломать часть маршрута, которым пользовались определенное количество пассажиров Ну, наверное, нелогично и неправильно Да, попробовать надо было, наверное, правильно Действительно, надо было попробовать, чтобы понять все-таки, так это или нет Если сидеть там ровно и ничего не пробовать, ну, наверное, это путь в никуда Попробовали, поняли, что сделали ошибку Главное ее вовремя признать И я от всей души благодарен Вячеславу Николаевичу Который наконец-то, ну, наконец-то, я имею в виду, что за последние там несколько лет Глава администрации стал слышать мнение жителей И проводить ту работу, которая действительно там требуется Была критика, он решил провести опрос Круто, здорово, логично А как бы сделала, мне кажется, там предыдущая глава администрации Была критика, он бы сказал, вы ничего не понимаете Как было у нас со светофорами, да На том же счет, что производство до сих пор пробки Вы не умеете ездить Ну, окей Поэтому сейчас главное решить вопрос в пользу большинства Для того, чтобы этот накал снять А вообще этот маршрут... Будет он решен или нет? Я думаю, что да Этот маршрут его перенесли Почему? Потому что так было по программе заложено Что раз построили дорогу, по ней должен транспорт ходить Ну, ровно из-за этого Насколько я там слышал, что да Запустили новый отрезок проезжей части Необходимо запустить туда маршрут Но опять же, давайте там не уходить Как я уже говорил, там в абсурд Ну, тут вопрос тогда Тогда вопрос, а могут ли его... 20 метров дороги обязательно туда нужно что-то запустить Но нет, конечно, там... Я понимаю, я говорю, что если бы был отрезок в километр, в два, в три И жителям необходимо было добираться до остановочного пункта Большое количество времени Но из-за отрезков 250 метров мы хотим полностью сломать систему Но, наверное, это неправильно Ну, то есть проблемы с переносом обратно здесь возникнуть не должно, на ваш взгляд, да? Ну, опять же, я не знаю, как решат, а мне, насколько знаю, должна принимать решение комиссия По изменению маршрутов общественного транспорта при администрации города Кирова Но, опять же, если мы видим, что большинство просит это сделать Ну, сложно будет членам комиссии аргументировать, почему они не услышали мнение большинства Ну, на мой взгляд, логично, что нужно все назад отмотать Время очень быстро идет Буквально у нас 3-4 минутки остается Ну, вот еще один вопрос, тоже важный, да? Который тоже, я не знаю, на мой взгляд, очень много лет не может решиться Ну, то есть его как бы решают Но эффекта большинство-то людей от этого не видит Я о работе транспорта в ночное, в вечернее время Ну, у нас ходят какие-то единичные, конечно, автобусы Но, на мой взгляд, там запросы-то они не решают Вот, на ваш взгляд, нужна работа общественного транспорта в Кирове После 21 часа Если, может быть, с Ярославлем сравнить, как там устроена работа транспорта по вечерам? Ну, с Ярославлем, наверное, не совсем корректно сравнивать Опять же, потому что Ярославль входит в топ туристических городов И здесь жизнь, особенно в туристический сезон, она ночью, ну, наоборот, расцветает и живет Ну, для понимания Летом Если у вас перевозчику достойно, ну, так называемая система брутоконтрактов То ему было бы, наоборот, удобнее и правильнее работать и до ночи, там, я не знаю, и до круглосуточного режима Но, понимая, что ночью он понесет огромные убытки Потому что пять человек за рейс, это, ну, я вам скажу, что даже на топливо не хватит Ну, наверное, сложно что-то поменять Эта система брутоконтрактов, она ведь вроде бы вводилась или обсуждалась? Она обсуждалась точно, ее, насколько я помню, обсуждали при предыдущем правительстве Кировской области Но идея эта так и не была реализована Я объясню, почему Дефицит бюджета Вот вам пример Та же Пермь, я этот пример уже приводил неоднократно Та же Пермь, пусть она больше в два раза, там, города Кирова Но, перейдя на брутоконтракты, им потребовалось из бюджета плюс полтора миллиарда рублей Но переведем это все в цифры и в количество подвижного состава города Кирова И пассажиропоток города Кирова Мы получим цифру примерно в минимум 500-600 миллионов рублей Есть в бюджете эти деньги? Ну, наверное, нет Что делать для того, чтобы система работала? Ну, найти где-то эти средства Либо как час оставить, как есть Нам с вами в начале программы можно было просто сказать Нет денег и, в принципе, больше ни о чем не разговаривать Все упирается в это Если общественный транспорт и дальше будет финансироваться по остаточному принципу Или не финансироваться То, как бы, ну, говорить о его развитии или каких-то прорывах Ну, будет просто бессмысленно Да, он есть Да, он как-то живет, существует Но никаких прорывов здесь, поверьте, не будет Опять же То есть это та сфера, которая без вливаний жить не может Сделать тут что-то на энтузиазме невозможно Полноценный качественный транспорт никогда не будет работать в плюс Полноценный, качественный транспорт, который бы удовлетворял запросы пассажиров Не будет никогда работать в плюс Ни в одной стране мира этого нет Ни в Германии, ни в США нигде То есть все те города, где транспорт работает хорошо, это просто вливание бюджета? Безусловно Ну, как я уже сказал Пермь полтора миллиарда рублей только по городу Казань где-то примерно тоже в этих пределах Там миллиард полтора Про Москву, наверное, и Петербург сравнивать нечего Там десятки миллиардов рублей вливаются Хотя пассажиропотоки стоимость проезда там Просто немыслимых Немыслимая сумма Ну, по-моему, там порядка 60 рублей В Москве стоит там проезд Хотя топливо там не дороже, чем в городе Кирове Ну, зарплаты немножко повыше Но это не такая большая составляющая В себестоимости страт Денис уже стучит мне в окно звукорежиссер К сожалению, нужно заканчивать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!